Встречайте, Ульяна Цеева, региональный директор компании Global Intellect Service. Всем привет! Привет! Ой, как классно, вообще здорово, такая энергетика, ребята. Еще раз давайте похлопаем, чтобы… Ребят, я сегодня хочу поговорить с вами про такую интересную, очень важную тему. Эта тема называется «Социальный лифт» и то, что доставит тебя к твоим мечтам. Итак, скажите, пожалуйста, кто знаком с понятием «социальный лифт»? Здорово, здорово, классно. Смотрите, вообще я предлагаю на этом немножечко остановиться. Вообще, я когда прочитала, когда готовилась к теме, я узнала, что «социальный лифт» впервые начал употреблять социолог, его зовут Петерим Сорокин. И мне, ну, я думаю, так, интересно, вообще к фамилии Сорокин всегда, видимо, всегда идет еще и незаурядный ум, да. И смотрите, социальный лифт на сегодняшний день – это механизм, который меняет статус человека, социальный статус человека. И я бы хотела с вами поделиться про данный механизм с точки зрения своей истории, потому что, смотрите, я 7 лет назад пришла в этот бизнес. Как стала партнером, я тоже так же приехала на итоги года, потому что и тоже так же сидела где-то там и думала, господи, неужели, что это за люди, которые могут стоять на сцене, рассказывать, да, делиться своей историей. Я даже себе предположить не могла, что я буду стоять вот так вот буквально там. Ну, 7 лет – это вообще не тот срок, когда человек ставит такую цель, да. И для меня вообще человека, который, будучи с нулевым опытом, пришел в бизнес, в крупный системный бизнес и начал здесь достигать каких-то целей. И я вообще, вот как уже объявили, да, я была юристом, работала в найме. И что для меня вообще социальный лифт? Где, вот смотрите, где мы можем вообще встретить социальный лифт с помощью этого механизма, как мы можем вообще поменять свой социальный статус, да. Это, конечно же, мы можем получить свое образование какое-то, да, высшее желательно. Также мы можем, допустим, в профессиональном плане поменять свой статус. Либо, опять-таки, выйти замуж, жениться. Вот брак тоже так же наш меняет социальный статус. Естественно, это армия, собственность, когда мы приобретаем какую-либо собственность, и религия. Смотрите, это вообще, ну, то есть эта фотография где-то, она была сделана 20 лет назад, если вы, ну, я надеюсь, вы меня там найдете на фотографии. Вот, и смотрите, что было в моем, ну, как скажут, какой у меня был социальный статус, в каком я была в социальном лифте. Образование. Я была выпускником вуза, профессия у меня была, я юристом работала в организации. Я была на тот момент социальный статус, брак, я была в разводе, у меня трое детей, школьников. Естественно, по гендерному признаку я не могла быть военно обязанной. На мне были, ну, естественно, в собственности был дом, кредиты. Религия – это вера в светлое будущее, что когда-то что-то будет все хорошо. Но не сейчас, видимо. Вот, ну, я думаю, что у многих такая тоже бывает история. И когда, конечно же, я сидела и думала, что же делать, как быть, да, вообще, ну, наверное, кто-то все равно с таким тоже сталкивался, что вот эта вот жизнь, она как бег по замкнутому кругу, и хочется каких-то изменений, но не знаешь, что делать и как быть. Первая идея, которая посещает бинго – это всегда что? Начать свой бизнес. Правильно? Спасибо. Да, и я, конечно же, тоже так же села, начала анализировать, что же я умею делать, какие навыки я могла бы монетизировать, посмотрела и поняла, что я вот умею печь тортики и составлять договоры. Понятно, что я села, просчитала перспективу, подумала, сколько же я могу испечь тортиков, либо там, сколько мне нужны инвестиций для того, чтобы открыть кондитерскую. Просчитала время. Наверное, вы тоже так же, если вас посещала мысль про новый бизнес какой-то свой, или есть у вас свой бизнес, да, то вы всегда понимаете, что время – оно самый драгоценный ресурс, который мы сейчас имеем и который, наверное, самый трудновосполняемый ресурс, да. Я понимала, что у меня нет столько времени для того, чтобы вот можно было бы рискнуть. И, естественно, понимаю, что очень высокая конкуренция. Очень высокая конкуренция, и я посмотрела в сторону сетевого бизнеса. Я когда посмотрела в сторону сетевого бизнеса, вы, наверное, знаете, что у нас все происходит по запросу. Мне позвонила моя на тот момент просто знакомая Лена Алексеева, предложила бизнес UDS. И я понимала, что это самый безопасный, как сказать, выход, переход из найма в бизнес. И для меня это стало, скажем, той самой, как волшебной палочкой, да, тем самым спасательным кругом. Я говорю, Лена, я тебе безверно благодарна за то, что ты когда-то мне сделала это предложение. Я каждый раз об этом говорю. Сегодня мы ехали в такси, я готовилась к этому выступлению. Я говорю, Лена, кажется, сейчас я буду начну плакать, потому что как же здорово, что ты тогда согласилась стать партнером. Вот, и получается, это настолько наставничество, да, то есть кураторство, когда тебя ведут, когда можно позвонить, сказать человеку, что мне плохо, поговори со мной, это на самом деле самое ценное. И что такое у нас социальный лифт, да? Что в нашем бизнесе социальный лифт? Это тот самый лифт, который может вас поднять на новый уровень. У нас в нашем бизнесе есть 10 этажей. Я предлагаю на этих 10 этажах, ну, скажем так, немножко задержаться. Первый этаж – это у нас мышление. Понятно, что вот сегодня, да, Валера говорил, вчера у нас говорила компания-администрация про то, что нам нужно менять мышление, потому что, смотрите, от того, насколько у нас широко мышление, вообще широко развитие, то есть мы смотрим, начинаем смотреть шире, да, мы начинаем здесь очень много общаться, мы начинаем здесь очень много, наверное, даже читать, погружаться в какие-то вещи, которые мы раньше не делали. И потому что если мы будем пытаться делать что-то со своим старым мышлением, то, естественно, у нас будут результаты те же самые. И когда мы начинаем расширять свое мышление, то у нас, естественно, начинают простраивать какие-то интересные стратегии планирования, да. Опять-таки, вот сейчас предыдущие спикеры говорили про то, как, вот, допустим, Валера, да, то, что как он сделал этот статус, это же у него не было такое, что он вот, как сказать, он же поделился тем, что это было не сиюминутное сразу результат, а именно это путь, который он прошел. То есть, и смотрите, когда мы начинаем делать, простраивать стратегии, когда мы начинаем планировать, у нас начинают появляться совершенно новые действия, совершенно новые действия, потому что я говорю, что наш мозг, это вообще удивительный, наверное, очень орган, у которого простраиваются все время вот эти вот новые нейронные связи. И те, кто… я всегда говорю, что давайте формировать новые нейронные связи, новые нейронные связи. И когда мы начинаем формировать новые нейронные связи, естественно, у нас начинают появляться совершенно новые действия. И когда мы делаем новые действия, то у нас появляется совершенно новое состояние, новое состояние, в котором мы ранее не пребывали. Вот сейчас вы сидите здесь, да, кто-то, наверное, уже давно партнер, да, кто-то, наверное, зарегистрировался вчера, кто-то зарегистрировался месяц назад, кто-то приезжает уже, не знаю, на пятые, шестые, третьи итоги года. И смотрите, если вы сейчас… я вам предлагаю погрузиться в то состояние, да, то есть посмотреть, проанализировать свой путь, как я хочу, чтобы у меня было, да, как вот сейчас тоже говорил Валера, как я хочу, чтобы у меня сейчас было, что мною сделано за это определенный… за определенный период времени, который я здесь в этом бизнесе. честно поговорить с собой, честно поговорить с собой и понять, в каком ты сейчас состоянии находишься, какое у тебя сейчас мышление, какие ты действия делаешь, почему ты, допустим, вот завтра у нас будет вип-обучение, если попадаешь ли ты на это вип-обучение, и почему ты не попадаешь на это вип-обучение, летишь ли ты в Дубай, либо почему ты не летишь. И смотрите, когда у нас начинаются новые действия, у нас появляется готовый путь, готовый путь для экологичного роста. Вы знаете, что у нас есть очень сильно… наши кураторы, они, наверное, те самые люди, которые больше всех заинтересованы в нашем успехе. Мне это очень… мне очень сильно это нравится. Я всегда говорю, что наш бизнес, он похож на альпинизм, то есть мы все находимся в одной связке. То есть когда я пробуксовываю, меня, значит, может либо сверху куратор подтянуть, либо снизу меня могут еще и личники подтолкнуть, что тоже очень здорово. И смотрите, мы сегодня вот эти вот два дня слушали очень много спикеров. Вчера у нас выступала администрация компании. И знаете, это вот как раз-таки о чем я говорю, что сейчас, когда мы сейчас здесь растем в рамках под крылом большой, огромной международной IT-компании, это вообще очень здорово. Потому что, смотрите, у нас, мы когда работаем с предпринимателями, с клиентами, вы знаете, что насколько важно, чтобы… вот у меня клиенты, они говорят, это так здорово, когда у вас вот мы обращаемся в техподдержку, нам на любые вопросы отвечают. Это первое. Потом у нас все документы, да, то есть весь наш бизнес по поводу правового поля, да, то есть это все у нас решает компания. У вас, как у предпринимателя, который в рамках Global Intellect Service делает свой бизнес, в этом плане вообще никакой головной боли нет. И это очень ценно. Это очень ценно, если вы знаете, но те люди, которые сами занимаются бизнесом, вы знаете, насколько вот это вот, скажем, быть в правовом поле на территории страны, где ты делаешь бизнес, насколько это важно, да. А здесь эти вопросы все сняты. И стабильность. Мы вчера все замечательно выслушали… Ну, все у компании выступал Вячеслав Сергеевич Шишинин, он рассказывал про то, насколько у нас далеко идущие планы. И это говорит же, гарантирует то, насколько у нас стабильный рост. У нас даже номинации есть за стабильное развитие. И замечательное окружение единомышленников. Единомышленников и поддержка. Это прямо очень здорово. Вот сейчас как раз-таки Равиль с Олей говорили про то, как здорово, замечательно было бы получать доход там 10 миллионов, 20 миллионов, 50 миллионов. И смотрите, мы здесь об этом можем свободно говорить. Мы можем об этом делиться, да. Насколько это здорово, что когда у меня есть там какие-то большие мечты, планы, когда у вас есть мечты, про которые вас, ваш же собеседник поддерживает, да. То есть вы говорите. Там можете поделиться, что вот, а что я хочу себе купить там Порш. А там друзья говорят, а почему не Панамеру? Ой, как она называется? Короче, ну что-то там начинает повышать вам градус, да. Или там не говорят о том, что, а какие же это расходы несет за собой, да. Ну то есть не пытаются вас каким-то образом снизить планочку, а наоборот начинают вас растягивать. И это очень здорово. Карьерная лестница и новые статусы. Вот смотрите, мы сейчас с вами, вы сейчас сядете, сами с собой поговорите, вы проанализируете свои действия и поймете, что вот сейчас вы находитесь в какой-то точке А. И вы видите какую-то следующую точку Б. То есть вы для себя сейчас можете поставить цель на следующие итоги года, да. В каком вы статусе хотите приехать, сколько вы с собой человек хотите привести. И я, допустим, тоже мы вчера, у нас уже появились у всех, ну в свете всех награждений там и так далее, в свете вот этих вот всех ярких событий, у нас у всех тоже появились новые цели и планы и у команды. И смотрите, как только вы себе простроили понятные цели для себя, да, на год, то у вас появляется новый вкус жизни. Это знаете, как на лифте вот вы поднялись на какой-то этаж, он на десятый, скажем, да, и вы видите, у вас там появился новый горизонт, на который вы можете дальше ориентироваться. И опять у вас появляется новый вкус жизни. То есть, смотрите, это новые видения, мечты, цели. И как только у вас появляются новые мечты, цели, да, то есть вы сейчас приехали из своих регионов, да, и у вас были совершенно какие-то, возможно, в каком-то вы были там, неважно, в каком вы состоянии вообще приехали, самое главное, что какие вы сейчас сформировали мечты, какие вы сейчас сформировали цели, хотя бы на год, хотя бы там на два года, хотя бы на полгода, да, до дня рождения, до итогов, да, до следующих. И смотрите, как только вы это у себя сформировали в голове, у вас появляется опять новая цель, да, и это опять мы начинаем ехать по этим десяти пунктам. То есть, как мне нужно расширить мышление свое, что мне нужно запланировать, как мне нужно начать планировать, как мне поговорить со своим куратором о своих новых там статусах и как мне сработать с командой, чтобы достигнуть тех или иных целей. И смотрите, самое важное, да, вот смотрите, человек, который, ну, это фотография, она была сделана 20 лет назад, то есть я даже не умела фотографироваться одна. И посмотрите на человека, который, ну, это было полгода назад фотография, да, насколько наш бизнес… Спасибо большое. Насколько наш бизнес, он может влиять не только вы, делая предложение человеку, обращаясь с предложением человеку, насколько вы можете повлиять на жизнь не только человека, но и всей его семьи. И смотрите, запомните, пожалуйста, что пока вы стоите у лифта, он вас поднять не способен. Социальный лифт, он способен поднять только тех, кто готов в него зайти. Нужно просто принять решение. Нужно принять решение зайти и нажать нужную кнопку этажа. И я прям очень вас, каждого, прошу, чтобы ты уже выбрал тот самый лифт, зашел туда и прям нажал на кнопку. Спасибо всем большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ